Всем привет, друзья! Подписчики и зрители канала с вами снова Римос. Мы продолжаем прохождение Ром 2 Total War за дом Юлиев, за Рим. Итак, у нас небольшие проблемки. Как вы видите, Карфаген вторгся и забрал наш городок. Ну, я думаю, это все дело временно, мы сможем отбиться. Прежде давайте мы погрузим своих ребят на море, для того, чтобы уже начать потихонечку вторжение Китруйской Лиги. Ну, давайте вернемся к дипломатической составляющей. Что у нас здесь происходит? То есть, Сиракузы, в принципе, отвоевали свои земли. Плюс к этому они захватили Карфагенский город. Поэтому давайте мы и предложим стать протекторатами. Нет, не стать протекторатами. Симплая пруденность означает, что я должен прекратить твоего предложения, хотя я не удерживал твоего адвокатства. Ну, давайте тысячи. Не хватило. Отлично. Прекрасно. Так, а если мы сделаем, вынеслись? Ребята, давайте вынеслись. Отдите, мы еще можем заработать. Они нам предлагают 1470 золотых монет и напасть на Новый Карфаген. Новый Карфаген далеко от нас. Я вот не буду, конечно, падать против Ливии. А Новый Карфаген можно. Так, и в военный союз. Мы еще заработаем немного, девушки. Давай тогда. Вот так вот сделаем. Отлично. Очень много дни жат, мы позаработали. Очень дружественны. Прекрасно. Так, даурсы. Афины. С ними все хорошо. Со Спартой тоже, я так понимаю. Отлично. Это русская лига с Карфагеном. Хорошо. Что ж, ладно. Ну, я думаю, пора начинать вторжение на винетов. Именно. Но прежде давайте мы попытаемся этих ребят задержать. Нападение на обозу. Отлично. Подравленная деятельность. Выполняем. Так, войска у них как? Дальше примещение этой армии. Немного приостановлено, да? Здесь нанимаем стрелков. Здесь давайте наймем три ариев. Раз, два. Нет, один, да? Тут отряд три ариев. Так, и здесь давайте попытаемся еще задержать. Диверсия удалась. И... Тот самый момент. Эта армия не может двигаться или действовать. Прекрасно. Все. То, что нам требовалось и сделать. Что ж, друзья, давайте начнем вторжение. Уже пора. Уже пора. Можно, в принципе, сделать авторасчет, потому что я быстренько хочу решить свои проблемы с... Карфагеном. Хотя давайте разыграем битву. Я хочу посмотреть на кровь. Хочу посмотреть лично на страдания винетов. Потому что они нам. Из-за них у нас фланги. На юге открытые. Битва по Тавии. В 1954 году до нашей эры. Винеты. Воюющие волки. У нас, конечно же, первый легион. Прекрасно. Хорошо, что нам удалось задержать вражескую армию. Это такое вот очень важно. Потому что мы понесем меньше потерь при штурме. А там после этого враг, конечно же, попытается отбить этот город. Ну, уже после драки получится. А после драки что нельзя? Не нужно кулаками махать. Что ж, негативных эффектов отсутствует. Давайте другую погоду сделаем. А, вот так вот светлее. И красивее. Так, у нас есть 20 минут на то, чтобы забрать город. Первый отряд легионов давайте сюда отправим. И второй отряд. Конечно же. Вот сюда. Конец сюда. Застрельщиков... Ну, вроде бы сюда. Так, застрельщиков номер 3. Наш кава номер 4. Ну и, конечно же, генерал номер 7. Такой счастливый. Давайте, ребята. Бегом. А мы пока слетаем на разведку. Вот сюда встанем. И наш генерал. Прекрасно. Так, все вроде двигаются. Все прекрасно. Ну че? Сейчас они узреют огнев Римасом от них. Так, мы уже видим кого-то. Или нет? Да, вот они, ребятишки. Занимаем площадь. Пока здесь никого нет. Давайте, ребята, вы сюда бегите. Застрельщики сюда. Так, наша легкая конница. Наши всадники. Отправим сюда. Что ж, со всех сторон сейчас попытаемся одновременно нанести удар по вражеским позициям. Я не знаю, как это у нас будет выглядеть. Но враг уже занял довольно тоже выгодную позицию для него. Он попытается перекрыть наших легионеров. И, с другой стороны, попытается, конечно же, застрельщиками начать вести огонь. Кстати, враг, он довольно здесь вот отступает. Потому что, ну, я не знаю, он глупо очень сильно поступает. Так, давайте, ребята, тогда вы начинаете обстреливать врага. Так, а вы идите сюда. Кавалерию чем, можем начать уже потихонечку выдвигать на эту позицию. Пошла жара. Пошли, ребята. Вы, конечно, под шквальным обстрелом. Но я думаю, вы сможете устоять. Здесь, видите, враг перекрывает наше наступление. Вперед. Отлично. Так, так, как у нас там происходят дела? Окружаем врага со всех сторон. Здесь у нас что? Кавалерия уже. Отлично, отлично, отлично. Ага, прекрасно. Перехватили мы застрелчика врага. Давайте этими перехватами быстренько по... Отлично. Все, мы здесь уже разбили всех ребятишек. Давайте, ребята, вы тогда идите на перехват. Один тут включим для красоты. Наши ряды дровнули. Какие ряды, друг? Ну что, ребята? Где друг? О, да, присягнувшие, да, это понятно. Так, отправляем всех сюда. Все, ребята, вы здесь закончили. Давайте быстренько перехват. Ой, может генерал свой забыли. Так, нас перехватывают. Да, да, нас перехватили сзади. Сейчас мы попытаемся их тоже перехватить. Присягнувших мы уже добиваем. Так, 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 стоп, стоп, стоп. Давайте, ребята, вот сюда. О, да, о, да, здесь нас обстреливают. Поэтому давайте мы попытаемся сейчас... Наши уже начинают бежать. Все складывается в нашу пользу. Давайте, 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 давайте. Пошли, 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 пошли. Пересягнувшие держатся, молодцы. Все, хватит стрелять. Что ж, друзья, добиваем, конечно же, ублюдков нашего врага. Отлично. Все, это победа. Мы забрали, наконец-то, последний город Венетов, который те самые на нас и первые напали, объявили на войну. Конечно, мы чуть-чуть пострадали, начав войну с ними. У нас был фланг на юге открыт. Рыщительно победа. Нас было 1857, их было 2078. Но нам не следует... Не следует расслабляться, потому что у нас есть еще вторая армия, которая рядом находится, которую мы их задержали вот в свое время своим агентом. И... Мы попытаемся ее разбить. Хотя можно подождать. Пусть они сами нападут на нас. Они будут голодать. Измотанные. Конечно же, оккупировать. Покорять я не буду. Первый легион у нас получает военные традиции. Отлично. Узрили гнев Рима, смотри. Так. Дальность перемещения по карте компании. На карте компании плюс 6%. Кстати, давайте вот выстрелов в минуту. Позволяет строить средние осадные машины. Стоимость строительства минус 2% это провинция. Позволяет строить средние осадные машины. Давайте вот это посмотрим. И враг, конечно же, убегает. И начинает голодать. Все, здесь мы с ними решили все свои проблемы. Давайте вернемся к Лигурии. Посмотрим, попытаемся с ними договориться. Не хотят. Не хотят, ребятишки. Не хотят. О, да. Здесь нам нужны деньги. Нам нужны... Нам нужно много золота. Что ж, ладно. Мы отменим здесь и начнем строительство, конечно же, священную землю. И нам про свой флот не нужно, конечно, забывать. Затаив дыхание, ждем на реакцию Карфаген. Скорее всего, Карфаген сейчас попытается собрать Бурн-Дизи. Ну, благо, у нас там есть стены. Или вообще, в противном случае, он пойдет на Нябрис. Слушайте, Сиракузы, вы уже, конечно, против ливийцев. Ну, ладно. Давайте, хорошо. Пойдет с нами помогать. Потому что они что-то ведут уже со всем востоком, то есть со всеми южными странами. Вообще, практически со всеми. Войну. Это Ливия. Ода, Винеты нападают на нас. Так, решительная победа. Нет, давайте лучше разыграем битву. Я не хочу терять своих всадников. Мы, наверное, с вами разыграем лучше битву. Битва по Тавии. 254 год до нашей эры. Каменные вороны. Что ж, где же наши враги? Так, вот и наша площадь. В принципе, понятно. Свои застречки отправим, конечно, сюда. К конницу. К конницу. К конницу, конницу, конницу. Давайте их отправим сюда. Вместе с генералом. Давайте даже номер 4 сделаем. Что-то буду делать. Этих ребятишек давайте на площадь. Мы не будем их занимать. Принцип Айс! Мы ждем вашей команды. Принцип Айс! Принцип Айс! Принцип Айс! Что ж, нам остается угадать, откуда они пойдут. Справа или слева. По ходу дела мы с вами разберемся. Этих ребят сюда. Что ж, поехали. Так. Что ж, ребят, давайте. Бегите. Бегите к папочке. Крестья-новобранцы. Крестьяне-новобранцы. Наемные кельтские воины. Да, враг отчаянный пытается все это дело добить, забрать, вернуть. Но он сейчас попадет под обстрел. Да, они, ребятишки, идут сюда. Поэтому поменяем позицию наших легионеров. Вперед, ребятишек, вперед. Так, прекрасно. У нас здесь хороший обстрел пошел. Найс-ли, найс-ли. Хороший, хороший. А, давайте их... Кову? Вернем. О, да. О, да. Они пошли на перехват наших кавалерий, поэтому уводим их. Уводим. И попытаемся ударить сзади. Наши ряды дрогнули. Какие ряды дрогнули? А, да. Ну да, нас из обстрелили. Пусть с ним. Пусть пусть их обстреливают. В принципе, это не так уж сильно прямо. Отличный еще обстрел прямо здесь пошел. Растягиваем, растягиваем врага. Уматываем его. Так, сюда враг решает напасть. Кто напал? Застрельщики напали. О, да. Прочники. Уводим их. Ага, и враг кидает свою кавалерию против нашей. Кельтские легкие всадники. Не такая уж. Потому что они прям, я думаю, опасны для нас. Перехватываем кавалерию. Давайте, ребят, перехватываем этих ребят. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Так. Добиваем, добиваем, добиваем. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Эти наши застрельщики. Понятно. Что ж, все. Генерал отводим назад. Потому что копейщики уже близко. А здесь, пока они там разбираются. Мы здесь пытаемся. Отлично. Мы прикрыли свой тыл. Уводим генерала. Пока мы здесь поодиночке будем с ними разбираться. Уводим своих тоже этих ребят. Давайте, ребята, разбирайтесь быстрее с этими. Не дорожчащими. Я не знаю, как их назвать-то. В общем, с врагами, с нашими. Дом-дом. Да-да, бегайте, бегайте, бегайте. Сейчас они измотаются вообще потом. Все? Все. Так. Кто бежит куда? Давай сюда. Отлично. Ускорим время. Чего он так агрится на моего полководца? Ну, давайте тогда своих, своей конницу отправим сюда. Наши, конечно, под обстрелом. Ну, что же ты сделаешь? Мы их не догоним. Это понятно. Это уже доказано. О, прашники как быстро бегут-то, а? Тем не менее, у врага еще 13 минут есть на то, чтобы забрать это поселение. Но у нас такой вот хороший стэк тут остался. Бегите, 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 ваша мать. Да, генеральский отряд довольно сильно так пострадал. Давайте вас лучше подальше от всей этой суеты уберем. Да, 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 давай, 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 обходи, обходи, обходи нас. Так. Этих давайте обойдем отсюда. Сейчас мы перекроем все выходы-входы и ушатаем. Перехват. Перехват, перехват, перехват. Давайте, давайте. Ага, сбоку нормально. Отлично. Этих, этими. Этих, этих. Давайте этих перехватим сюда, чтобы они нам в тыл не стали. Ау, здесь тут, конечно, очень серьезно. Сейчас обойдем присягнувших. Давайте, ребята, помогайте, помогайте, помогайте своим товарищам. А с присягнувшим нам придется решать все вопросы, потому что они сейчас... смогут ушатать нас. Ага, посевнувшим уже включили все свои навыки. Убираем атаку в строю. Тихо, 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 тихо. Вот так вот, вот так. Сейчас зайдем с тыла. Здесь тоже убираем атаку в строю. И начинаем. Поехали. Отлично, отлично заход. Добиваем пяти внушим. Все складывается в нашу пользу. Отлично. Здесь враг уже начинает дрожать. Давай, 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 давай. Молодцы, молодец. Убивай, убивай. Мочи, мочи. Все. Победа, друзья. Добиваем, 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 добиваем. Не стесняемся. Можно добить, я разрешаю. Так. Одну конницу отправим сюда. Другую конницу отправим, конечно же, я не знаю куда. Да, прикольная битва. Пока все хорошо идет. В компании тоже. Единственное, нам придется разобраться с Ситруйской лигой. Потому что, ну да, в комментариях писали. Вот ты, Римас, такой вот. Ну бас, лоупок. Вражеский военачальник убит. Ты не можешь решить. Надо было решать сразу же проблемы с Ситруйской лигией. Ну, друзья, на нас напали Венеты. Я не мог убрать все свои стэки на Ситруйскую лигу. С другой стороны, я сейчас попытаюсь нанять третью армию. У нас сейчас две армии. То есть, одна сухопутная, другая морская. Хотя морскую, возможно, я ее распущу. Потому что, я думаю, она нам пока не нужна. С другой стороны, они нам нужны. Потому что у нас везде берега. И, извиняюсь, у меня сегодня в горло что-то болит. Да, варвары отчаянно пытались отбить свой город. Но, все это дело напрасно. Напрасно. Что ж, давайте отпустим их. Раз они потеряли свое поселение. О, фракция уничтожена. Венеты. Прекрасно. И персонаж приобретает дурную славу. Так, ваша дочь ждет ребенка. Она клянется, что ни один мужчина никогда к ней не прикасался. И уверена, что это дитя дар Марса. Бога войны. Ну, что ж. Давайте оставим ребенка. Что теперь его убивать что-нибудь? Я не знаю. Вот дочурка, конечно, хвостом повертела и родила. Конечно же, я не верю. Ну, что ж. Что ж, друзья. На этом, наверное, мы завершим данную серию. Подписывайтесь на канал. Ставьте соответствующие оценки. Друзья, оценка очень повлияет на рейтинг нашего канала. Если вам не трудно, вы можете, конечно же, поделиться с видео. Это тоже очень важный момент. Важное действие для нашего канала. Подписывайтесь на канал. Ждите новых серий. Скоро увидимся. Всем удачи. Субтитры подогнал «Симон»